Всем привет и добро пожаловать на канал! Продолжаем играть в ретро игры, продолжаем играть в Nintendo или Dendy, кому как больше нравится. У меня вот Dendy есть. Сегодня замечательная игрушка B52, про пчелу, которая таскает к себе домой мед, собирает пыльцу. То есть у нас вот задача, первый уровень. Мы можем, кстати, жалить. Мы можем также чем-то плеваться. Паука мы просто так не можем преодолеть, паутинку перелететь. Гусеницы для нас опасность несут. Так вот, цветочек. Хоп. И у нас как бы тут что-то, нечто грузоподъемности. Залезаем еще в цветочек. Такая игрушка незамысловатая, но приятная. И, кстати, я в нее раньше не играл. Сейчас вот чисто случайно наткнулся. А играли ли вы, можете написать в комментарии. Так, по-моему, у меня уже полная пчела не хочет лезть. Так. Нам пора. Домой. Ага, паук заспавнился. Еще и время идет. Песочные часы. Во, целую баночку собрали. И сама пчела аж закрутила крышку. Вот такая вот заботливая. Би-52, get ready. Так, у нас на передний дворик нельзя полететь. Можно только на задний. И надо остерегаться светлячков и паучков. Блин. Сразу укатился. Как он так вылез оттуда? Я еще жив. Офигеть, он там поковырялся и убежал. Ночью опасней. И вообще, по-моему, ночью пчелы не летают. Давай, залезай. Еще не... А, во. Так, вот здесь вот эта брызглуха какая-то. Воу. Вода нас не убивает, но... Она откидывает и может откинуть на гусеницу, и будет беда. Надо гусеницу сбить. Там еще муравей появился. Гусеница зареспавнилась. Так, время-то время идет. Все, по-моему. Так, ладно. Паучок здесь. Вот она не пролетает. Ее только можно... Отжалить. А что-то муравей ходил в это... Где песочные часы, или мне показалось сейчас. Так, мы еще должны собрать. Ничего себе. Может, надо все цветочки собрать? По-моему, за раз их нельзя будет унести. Так, я вот в этом не лазил. Отлично. Что у нас дальше? Там паук был. Все, опять полную собрали. Точно там паук был. Чуть-чуть не хватило. Да как так-то? Ой, что-то поспешил. Нет, здесь паук же. Ее. Вообще, в миллиметраже. Такая-то территория гусениц. Блин, это... Вон-то муравей опять лазит. Слушайте, это вообще пауки. Там мед опять кончается. Они только жрут, а я им подноси, подноси. Офигенно. Залезай, ну что ты не залезаешь-то, пчела? Светлячок. Блин, опять я там про этого паука забыл, а я опять повезло. Я их так в жизни не соберу мед, они там жрут быстро его. Лети. Нет, не лети. Лети. Опять не хватило. Нет, хватило теперь? А почему в прошлый раз не хватило? Это был только второй уровень. Теперь кузнечики появятся опять только на задний. Нифига, он так прыгает, я хочу сказать. Не понял. Ну как же там пролететь? Эй, у меня колбасит, я ничего сделать не могу. Она автоматически на каплю попадает. Так, оставлю пока это цветочек. Так, баночка у нас вообще пустая. У-у-у. Пока мы в цветке ковыряемся, у нас... А, все, у нас полная баночка. Фигачим. Опять заколбасило. Да, здесь много собирать надо. Ага, кузнец нас убивает. Зашибись. Две жизни. Я считаю, кузнечики какие-то опасные. Так, опять полный бак. Воу-воу-воу. Так-то муравей ему пофигу, он по всем текстурам ходит. Только не на муравьи, а ну что тебя туда тянет? Все. Последняя пчелиная жизнь осталась. Да хорош, ну хватит. У тебя сейчас... Ой, я могу их жалить. Я же почти туда вошел. Могу всех жалить. 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 Там их так много было. Обратно летим. Дерзкий паук. Дерзкий паук. Все, эти кузнечики меня одолели. Game over stage 3. Ну хотя бы заставку какую-то показали, тоже неплохо. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Пишите обязательно комментарии. Подпишитесь на канал и жмякните на колокольчик. И по традиции всего хорошего. Пока.